Дальше нескольких метров буквально ничего не видно. Снег валит крупными хлопьями такими белыми, оседая на уже скопившемся большом количестве этого снега на земле, где-то, знаете, по колено. Обслуга справляется с тем, чтобы расчищать дорожки. И совершенно недавно практически все персонажи прибыли в поместье. Вечером второго месяца пятого дня, то есть это у нас получается 2 февраля, ой, то есть 5 февраля, извиняюсь, две фигуры появляются из буквально непробивающейся вот такой сплошной стены снега, ветра и холода. Это мужчина в одеяниях заключенного, скандалами на руках и ногах, с цепями, которые нет-нет, волочатся по земле, и край, которых держит в руке женщина в силовом доспехе черного цвета с стальными окантовками и символом сердца на фоне креста. Они продвигаются к поместью и видно, что оба идут не то чтобы медленно, но устало. Такое ощущение, что на их плечах огромная ноша, что на одном, что на другом. Они подходят к главному входу в поместье, тем временем Эвелин и Лара Краунгард собирают всех околитов, которые сейчас доступны и находятся в поместье, и могут это сделать, у себя в кабинете. Это, точнее, не у себя в кабинете, а в зале совещаний, конференц-зале, так называемом, на втором этаже. Когда вы поднимаетесь наверх, вас сопровождает, ну, по всему коридору расставлено стражи, люди в белых одеяниях, поверх которых, ну, это такие вот белые формы, поверх которых изысканная золотая броня, это по факту карапас, ну, то есть панцирная броня, вот, но только он не какой-то стандартный имперский, как, например, у соционов, у каких-то, а видно, что это мастерская ручная работа, все они испечлены какими-то священными писаниями, выгравированными на поверхности брони. Каждого из них, лицо каждого из них скрывает золотая маска, изображающая абсолютно беспристрастное человеческое лицо. Их фиолетового, такого пурпурного цвета конский хвост волос, ну, у многих так, свисает по броне, и поверх этой брони, собственно говоря, застегнута небольшая мантия, которая с откинутым капюшоном назад, бирюзового такого цвета, ну, сине-бирюзового, свисает на их спинах. Они стоят в карауле, держат в руках свои мечи. Вот, это внушающего вида, такие полутора, ну, такие, что-то между двуручным и одноручным мечом, силовые мечи лучшего качества. На каждом из них красуется надпись «Император Рекс». Вот. Они, как статуи, неподвижны. Кажется, что они даже не дышат, не производят чувства чего-то живого. Их пустые отверстия, ну, глазницы в маске. Вы замечаете такие стеклянные глаза, которые просто смотрят прямо, не обращая внимания на вас. Но в то же время у вас есть четкое ощущение, что стоит вам сделать лишнее движение, шаг, вздох, звук, и вы будете порублены в мелкую капусту, просто даже не успев сказать «ай-ой» или там произнести имя императора. Когда вы входите в конференц-зал, по середине длинного стола, в дальнем конце кресла, они все крутятся. Ну, то есть это такие вот кресла с вращающейся ножкой. Спиной к вам кто-то сидит. На нем тоже слегка развивается вот эта синяя такая бирюзовая форма. И вы видите руку в золотом доспехе, которая держит кубок, ну, или бокал, наполненный вином. Справа от фигуры спиной к вам, ну, то есть вы не видите, это по факту развернутое кресло. Справа сидит Эвелин Краунгард, которая, облокотив локтями руки на стол, примерно вот в такой позе их держит и перебирает пальцами. Видно, что слегка взволнована. Она одета в шикарнейшей форму, которую вы доселе не видели. Это такая темно-синего цвета форма с двумя перьями, застежкой на около шеи вот здесь. Ее седые волосы аккуратно волной сходят назад. И легкий локон такой небольшой где-то вот тут вот перекрывает часть лица. С другой стороны сидит Лара. Если вы привыкли видеть ее в какой-то, знаете, форме наемника, обезбашенной девушки и так далее и тому подобное, в данный момент вы замечаете, что на ней подобного рода, как и у Эвелин, темно-синяя форма с двумя перьями около шеи. Вот. И ее волосы аккуратно собраны назад таким, ну вот, знаете, получается, выбритые виски, копна волос назад и хвостик. И под ее, получается, левым глазом вы замечаете татуировку в форме лилии священной, которую вы можете увидеть, например, на лицах Костеллы либо Ксантии. Вот. Они, ну, Лара сидит с небольшой трубкой и покуривает ее. Вот. В комнате также через каждые полтора метра стоит охранник, которых увидели в коридоре. И вы видите, что фигура, которая сидит в этом кресле, человек, он смотрит на огромный прибор больше человека в несколько раз. Это огромное количество таких золотых механических колец с выемками под шарообразное нечто. И на некоторых, где-то примерно на пяти, на шести вот таких кольцах, а их больше тридцати, вы видите золотые сферы, которые медленно вращаются по кругу. В центре, по логике, скорее всего, должно находиться что-то большое и хтоническое. Но там пусто. Ничего нет. Где-то сбоку потрескивает камин, а в окно бьет налипающий снег. Как только вы входите в помещение, Эвелин бросает взгляд, почти не поворачивая головы на каждого из вас, делает тяжелый вздох и говорит, что «Мои верные околиты, слуги дома Краунгард и мои товарищи, прошу вас, займите места. И вы видите, что рядом с каждым креслом есть небольшая табличка с вашим именем. Также вместе с вами в комнату входит Буран. В комнату входит девушка, почти никому не знакомая. Она молодая и одета в строгий черный костюм, больше как будто с виду мужской, чем женский. Ее короткие стриженные волосы слегка так ежиком на ней уложены, видимо, лаком каким-то или что-то в этом роде. И легкие веснушки на щеках выдают, что она тоже, наверное, немножко волнуется. По большому счету она садится, ну, она тоже проходит, некоторые ее знают. Она садится за место, у которого указана табличка из Сара Целис. Также в комнату входит Юлия Кастр, в комнату входит Капитан Сирена и в комнату входит Северин. Они занимают свои места. Я думаю, в дальнейшем проходите и все вы, занимая свои места. Вы видите, как девушка в серой офисной одежде, которая многим вам известна как госпожа Ангел, проходит мимо каждого из вас, расставляя небольшие кубки, а в дальнейшем наливая в эти кубки красное вино. Потрескивают дрова в камине. Эверин говорит, я рада, что все вы откликнулись на мой зов. И я хочу еще раз всех вас поблагодарить за тот неоценимый вклад, который вы внесли в наше общее дело в защиту Империума от ужасающей угрозы Еретикус Тенебра, от врага, который не изучен, от врага, который может переломить хоть действий в этом секторе космоса. Каждый из нас – это луч. Луч света, который испустил Император, дабы озарить тьму вокруг, дабы слепые прозрели, дабы каждый человек в Империуме мог спокойно заснуть и проснуться на следующий день, выполняя волю его. Я надеюсь, каждый из вас понимает, насколько ценным был его труд, насколько опасным является его работа. Сегодня я собрала вас здесь не просто так. Вот-вот к нам должна прибыть наша верная соратница, наш союзник и слуга дома Краунгард, сестра Ксантия. У меня есть донесение о том, что она привезла с собой очень ценные артефакты, которые мы разыскиваем. Я думаю, многие из вас уже знают о них. Но я думаю, что самое время нам всем поделиться друг с другом информацией, самым ценным, чем мы обладаем, и очень грозным оружием против нашего врага. Поэтому я надеюсь, что каждый из вас будет беспристрастен. в сегодняшнем совещании и будет, во-первых, помнить, что служит он не только дому Краунгард, сын Тили, Марию Хаску, а в первую очередь императору. И она поднимает бокал. В этот момент вы слышите шаги по коридору, тяжелые. Каждый из них отдается эхом. Железные ботинки ступают по керамическим плитам и деревянным, собственно говоря, половницам. Распахивается дверь. В комнату входят двое. Закованный в кандалы человек и сестра Ксантия. Ксантия, тебе предоставляется слово. У тебя есть буквально пять минут, ну, в смысле, пять минут, чтобы отыграть легкое РП. Сестра Ксантия входит в комнату, затаскивает в помещение здоровенного верзилу ростом почти по два метра атлетического телосложения, на котором кандалы, он весь замотан в цепях, и вы понимаете, что цепи там, в общем-то, на совете. У него вокруг шеи ошейник с взрывчаткой, и сестра Ксантия, верный слуга трона дома Краунгард, адепт Сороритес, сдерживает как раз-таки в руках цепи и пульт дистанционного управления от взрывателя. Как только она заходит в помещение, она осматривает, есть ли там госпожа Эвеля. Она, конечно же, ее видит. Как и всех присутствующих. Лишь фигура спиной к тебе в кресле для тебя остается загадкой. Окей. Тогда я думаю, что сестра Ксантия удивляется столь большому собранию людей в настоящий момент в помещении, потому что она рассчитывала передать пленника лично в руки Эвелин, но раз обстоятельства такие, то ей ничего не остается, кроме как громко поприветствовать всех, именно доброго вечера, господа. Надеюсь, мы не помешали. Госпожа Эвелин, у меня для вас кое-что есть. И она толкает вперед этого самого Берзила. Огромный человек, закованный в кандалы, в тюремном костюме и ошейкике, ко всему прочему, имеет на своей голове такую, знаете, ромбоподобную маску, это по-другому, наверное, не назвать. Но она выглядит вот просто как ромб такой огромный на голове, из всяких штифтов, каких-то печатей на нем и всевозможных трубок, уходящих назад. Те, кто имеют знания о Lex Imperialis, возможно, могут понять, что это специальная маска, которая по своей сути является постоянно организирующим прибором, который заставляет жертву испытывать ужасные муки и дискомфорт во время того, как он ее носит. И самое страшное в этом, что он ничего не слышит, ничего не видит, и все его чувства абсолютно лишены любого контакта. Даже тактильные ощущения его кожи, они приглушаются воздействием на мозг. Единственное, что он чувствует, это боль, которая ему причиняется постоянно этим устройством. Я думаю, что дальше Ситраксантия просто идет вдоль сала ближе к Эвелин, везет этого самого пленника, подойдя к ней, она просто опустит его на колени перед ней и скажет, что госпожа Эвелина, разрешите доложить в ходе выполнения операции по зачистке лаборатории проекта возрождения на планете ЦИСК нашим отрядом был захвачен ценный пленник, я думаю, что он может пролить свет на многое, он именует себя Каином, но я думаю, что вы узнаете этого человека. в этот момент с своего кресла встает Лара и направляется к вам, а также фигура в человек в этом кресле спиной к вам поворачивается и вы видите одетого в дорогие имперские одежды, это прям робы уровня архикардинала или лорда губернатора или что-то подобное с символикой тиранистского кабала, а также с символикой буквы Ай на две застежки здесь буква Ай, а здесь буква Т такая, череп и лучи, как у Розария. Поворачивается человек в абсолютно золотой такой же беспристрастной маске, но более искусно сделанной. Но у Уолбу красуется имперская аквила и буква Ай. его глаза буквально источают золотой свет, который буквально в душу продекает тому, кто на секунду сведет с ним свой взгляд. Хотя, я думаю, мало кто успеет. Он поворачивается в сторону Эвелина к Санти и произносит Кайн. Дитя мое, ты сказала это Кайн? Не знаю, к кому обращается, Трак Санти просто скажет так точно. На планете Циск он известен под этим именем, господин. «Значит, мой глупый ученик, ты все же решил вернуться домой». В этот момент Эвелин буквально ошарашенная широко раскрытыми глазами поворачивается в сторону говорящего человека в маске и произносит «Ваш ученик?» И никакой реплики после этого не следует. Мужчина в маске говорит, что это все сестра Ксанти это все, что вам удалось добыть? Разумеется, нет. Я посчитала, что это наиболее важно. Кроме этого, она в общем-то достает небольшой деревянный рюкзачок, ставит его на стол перед Эвелин, раскрывает и там свертки из какой-то церковной ткани, видимо, это какой-то был может быть молитвенник либо еще что-то, но это явно церковного происхождения, разворачивает сверток, и внутри этого свертка покоятся две в настоящий момент не светящиеся, вроде бы золотые сферы, размером с большой яблок. Это две сферы, которые Ацуко Эбу и нам удалось добыть. Одна из них принадлежала некому Григорию, другая Розе. Удивленным взглядом Эвелин смотрит на тебя, но в ее глазах видится наверное радость. Она довольна выполненным заданием, она довольна проделанной работой, но задает тебе вопрос, что же с Костелло и Коэбом? Я не вижу их подли вас. Святой Отец приносит свои извинения, он лично не смог присутствовать, потому что миссия на планете Циске еще не окончена, он передавал вам свое почтение и личное послание с объяснением ситуации и с этими словами Страксантия достает из-за пазухи своей мантии небольшое письмо из белой бумаги передает его в руки. В этот момент Лара нажимает на небольшую руну активации на маске пленника. Она делает так. Начинает раскрываться и когда падает на землю несколькими кусками по факту. Каждый из вас в комнате, кто обращен взглядом на этого человека, я думаю, все видят его. я кинул в беседу ВКонтакте. Темноволосый с виду достаточно молодой за 30 мужчина с ярко горящими золотыми глазами, шрамами, множеством шрамов. И правая его часть покрыта как будто мутацией, какая-то чешуя. Его зубы с этой стороны на искривленной губе и щеке выступают острыми клыками. Его темный белок глаз выдает золотой глаз с таким уже ромбообразным зрачком. Вы видите лицо человека, с которого спала маска. Он выглядит как человек опустошенный. Он буквально плохо воспринимает, что вокруг. Вы для него не важны. Он поднимает голову и в этот момент Лара берет из свертка две сферы. Он обращает на это внимание, поворачивая в ее сторону головы. Видите, как Лара в одно мгновение делает примерно что-то подобное. Она берет сферы и такая она отходит назад, роняя обе из них. Делает глубокий вдох. Падает опера ну опираясь на какую-то колонну. В этот момент Эвелин настолько быстро, что это плохо заметно глазом. Бросается к ней и перехватывает ее. Она смотрит в сторону мужчины в кандалах и буквально рявкает. Что ты с ней сделал? Каждый из вас может сделать реакцию в следующей последовательности. Если у меня так же как у вас отображается Ксантия, Оскар, Флойд, Бэнкс, Тадеуш, Анидзука, Кассандра, ну в общем давайте я буду просто говорить. Ксантия, твоя реакция. Я думаю, что в этот же момент я быстро выхвачу силовой меч, активирую и приставлю его к шее этого сидящего Каина. Все. Угу, Оскар. Насколько далеко я сижу от происходящего? Метра два. По ту же сторону. С той стороны стола, где и они. Угу, угу. Оскар, скорее всего, знаешь, отпрянеет, напряжется и будет наблюдаться ситуацией безоруженной сейчас. Флойд. Окей, мы потом вернемся к Флойду. Бэнс. Ну, я пристану со стула и встану в боевую стоечку. Смотря на... Боевая стоечка это как-то вот так? Да-да-да. Хорошо. Тадеуш. А, нет, ну, давай-давай, Тадеуш, потом Флойд. Я несколько нервно и резко встаю с своего стула и выхватываю свой ПП Дарвиш, но пока не готовый. Его применять, держу его в одной в руке и нервно оглядываюсь на пленника. Угу. Флойд? Тоже выхватываю пистолет и стараюсь занять укрытие какое-нибудь. Ну, то есть за столик вот так как-то, другого покатить. А, 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 Я сижу на стуле. Угу. Кассандра? Ну, собственно, тоже как бы, ну, немножечко так, как сказать-то. Ну, короче, сижу, в общем. Ну, я понял. Продолжаешь сидеть. Следующий у нас Седу. Собственно, сижу на стуле, перевожу взгляд с одного на другого, с одного на другого, не понимаю, что происходит. Как бы, что происходит? Артур. А, для уточнения, она просто сделала и уронила сферу, и все, ничего не было. Ну, это что-то типа и она там, чуть ли не падая, начинает, ну, просто падать вниз, а Лара вот так просто появляется рядом с ней, прихватывая ее, ну, она там на колене ей падает, а держит. Видите, что Лара не без сознания лежит у нее, та ее держит в руках, и Эверин, переводя взгляд на Кайна, прям рявкает, что ты с ней сделал? Ну, Артур кидается с чемоданчиком со своим. Друг человеку плохо с сердцем. Ну, это сейчас юмор, конечно, но с чемоданом туда. В этот момент Лара поднимает голову, то есть она лежит в каком-то вот таком состоянии, она поднимает голову, хватаясь за плечо Эвелин и такая «Ты убил нашу мать у меня на глазах! Я помню тебя!» Я помню тебя! Я, черт возьми, не помню тебя! О чем ты говоришь, Лара? Говорит Эвелин. В этот момент мужчина в маске встает с своего места дрожащими руками, тянется к своему посоху и говорит, что «Не может быть!» «Ах ты!» «Ах ты, хитрая варпово отродье!» «Что ты натворил?» Каин с каменным лицом опустив голову вниз произносит ну, рядом там активированный силовой меч куча стволов на него направленных вокруг суета «Я лишь сделал то, для чего прибыл сюда я решил показать им правду правду, которую ты от них скрыл Зербайд». «О чем он говорит?» Говорит Эвелин. И вы видите, что у Лары буквально помутнение какое-то в глазах, она смотрит на Каина, а потом ошарашенный взгляд переводит в сторону Зербе. Вот. Мужчину в золотой маске. Ты ты врал нам, учитель? Все это время ты ты врал нам? О чем ты, Лара? Антон, о чем она? Да, Антон, скажи им правду. Ты просчитал все так? Безусловно, я просчитал все. Я знал, что у Розы сфера Лары, которую когда-то активировала она. Я специально подал сигнал с этого проклятого мира, чтобы она клюнула на него и прибыла туда, как и твои околиты. Я знал, что они смогут ее победить, потому что ее тело не идеально. Я знал, что они смогут найти меня. Я знал, что они предоставят меня в ваши распростертые объятия. И тогда рано или поздно Ролара возьмет в руки сферу. И именно в этот момент ее память, которую ты ей стер нагло и вероломно, вернется к ней. И тогда они узнают, что ты обманщик, Антон. О чем он говорит, Антон, говорит Эвелин. Ты лгун. Даже не пытайся. Протягивая руку вперед, вы видите, как Каин слегка подзмывает воздух, а вокруг Эвелин начинает леденеть все, включая и нерасходящиеся по Ларе. К этому времени к ней подбегает Артур. Опять так же реакции. Ксантья, твоя реакция. Ну, насколько я понимаю, Эвелин принимает какие-то колдовские способности, да, и цель передо мной, она явно не сопротивляется. Да, она не сопротивляется. Тогда я от греха подальше делаю шаг назад и убираю меч от горла вот этого товарища. Вдруг он сейчас взорвется. Отхожу на шаг назад. Оскар. Оскар продолжает наблюдать за ситуацией. Флойд. Целью с Каина мимо прицеливаюсь. Угу. Бэнгс. Жду развития событий. Тогда уж. Ну, тоже целюсь в парящего мужика и отхожу немного так, чтобы цель была на более прямой дистанции. от стула. А, Ниццука. Я пристаю. Угу. Я пристаю, получается, приподнимаю стул, оставая его назад, сажусь обратно. А, ты по факту разворачиваешься, если я правильно понимаю. Не понял, я, то есть, пристал, рукой подвинул стул назад и сел обратно. Угу, достаю пока тихонечко меч, в смысле, там, не полностью боевый готов, а просто достал. Угу. Артур. Смотрю, что происходит. Ты подбежал к этому времени, Артур, к Эвелин и Ларе. Смотри, если, блин, а можно чуть-чуть музыку? Что можно? Чуть-чуть музыку потише. Это ты сам можешь сделать, как любого игрока сделать тише. Она у всех по своему уровню, скажем так, играет. Да. А как это где там? Ну, правая кнопка на бота с буковкой R и регулируешь ползунок. все, я его не увидел. Да, соответственно, если Лара, ну, грубо говоря, сама уже там сидит, стоит и так далее, а этот чувак, как я понял, он сам, что Лара лежит? Лара в руках Эвелин, в руке. Другой рукой Эвелин протянула вперед и явно что-то колдует. Я понял. Ну, для понимания, этот чувак, он сам по себе летел. Ты видишь, как он поднимается. Ну, скорее всего, от психосилы Эвелин. Вот, я про это. Вот. Ну, соответственно, я Эвелин говорю, я прихвачу, вот, ну, потихоньку там вниз укладываю, раскрываю свою аптечку. Угу. Эвелин говорит, что это ты, лжец, грязный эритик. Я даже не знаю, кто ты. Лара говорит, он, он наш отец. И в этот момент, вы видите, как Эвелин, рука Эвелин дрогнула на секунду, а он падает на землю. Он встает и делает вот так, просто ломая цепи. Встает также Зербе, и он говорит, что, Лара говорит точнее, а точнее Эвелин, извините, Эвелин говорит, если ты думаешь, что можно пропасть на 300 лет после того, как ты уничтожил весь наш род, потом вернуться и строить из себя папашу, ты очень сильно ошибаешься. Ты лжец и еритик. Этот человек не обманывал нас, он нашел нас, обучил нас, спас нас. И в этот момент Зербе говорит, не спас. А Каин делает ухмылку. На его лице буквально оскаливается улыбка. Самое время вскрыть скелеты в шкафу, Антон. Я смотрю, жизнь тебя ничему не учит. И он присаживается, Антон присаживается в кресло и говорит, что видимо, мне действительно придется поведать вам эту историю, мои юные ученицы. Человек, стоящий перед вами, это ваш отец, известный как Каин Краунгард, губитель миров, архипредатель, слуга Люцифера и его левая рука. это тот, кто повинен в смерти всего вашего дома. Кроме вас двоих, потому что вас двоих убил я. Вы видите, как глаза Эвелин округляются, чуть ли не знаю, не вылазя из орбит. Она смотрит на него, что ты несешь. Лара говорит, что это правда. Большинство ваших воспоминаний было воссоздано мной и астропатом Сял, который находится в главном астропатическом хоре Сентил. 800 лет назад Каин Краунгард устроил массовую резню вашего дома, в ходе которого ваш родной дом город Улий-Тенебрис был уничтожен. Но мне удалось выследить его. И я следовал древнему пророчеству еретику Стенебра, в котором гласит, что когда свет золотой звезды поднимет бога с золотого трона, а человек устремится к звездам и станет анафемой для четверых, лишь тот, кто три щита и корону носит на своем гербу, сможет спасти род людской. Я был уверен, что это человек из вашего дома и стал обучать Каина, однако потерял над ним контроль и он углубился в радикализм. Он сошел с верного пути и стал служить идеям Катарины Краунгард вашей древней пра-пра-пра-пра-бабки. Более известный и ныне как Роза. Правая рука Люциана Феросиана, более известного как Люцифер. 800 лет назад мне удалось выследить его после уничтожения Тенебрис и каково же было мое удивление, когда я увидел подле него верных слуг двух его дочерей Эвелин и Лару Краунгард. Мне пришлось сразиться с ними и с тех пор я ношу золотую маску не снимая и не показывая своего лица. Но в том бою мне удалось убить его приспешников, двух юных девочек, а Каин скрылся из моего взора, понимая, что он не может быть спасителем, а вы единственные оставшиеся в живых, я уже отчаялся, понимая, что пророчество не будет исполнено. И тогда со мной связался Сиал. Он нашел тела в лаборатории в обломках Улья Тенебра двух юных девочек. Я понимал, что у меня не было выбора. Я использовал запретный артефакт, то, против чего когда-то поклялся бороться. Воспасение всего рода людского я пожертвовал своей душой, чтобы воскресить вас. Однако ваша память нам пришлось ее исправить. Внушить вам другие идеалы, воспитать вас заново. мне, Ангелине Вольф и Арчибальду Сафану. Значит, все это было ложью? Значит, это все просто постановка, а мы даже не настоящие? вы настоящие. Бытие человека определяется его поступками, моя дорогая ученица. И ваши поступки говорят о том, что вы истинные слуги императора. «Но вот у меня к тебе вопрос, мой дорогой Каин. Для чего же тогда ты сейчас здесь? Ты ведь мог убить любого находящегося в этом зале, включая меня. Ты мог устроить резню, подобно Катарине. Но ты выбрал, я так понимаю, смерть, раз пришел сюда добровольно». Каин переводит взгляд на Эвелин и Лару. «Когда-то я уже потерял самое дорогое, ослепленную своими амбициями и верами в чужие легенды и пророчества. Я вижу, как они медленно становятся теми, кого ты когда-то убил. И я вижу, как они идут по моему пути. Поэтому, именно потому, что ты боялся сказать им правду, как боялся сказать правду когда-то мне. Теперь они знают правду, Антон. Я лишь хочу увидеть, какой путь выберут мои дорогие дочери. И я лишь хочу, чтобы моя никчемная, проклятая императором жизнь закончилась от их рук. Нет твоих и нет твоих псов, оглядывая каждого из вас в комнате. Вы видите, как слезы начинают капать из глаз Эвелин прямо на ее колени. Она падает обессиленно, руками держится, упираясь в пол. Ее седые волосы спускаются вниз. Она рыдает. В этот момент к ней подходит Зербе, смотрит на нее, его маска не источает никаких эмоций, потому что это лишь кусок металла. И он произносит Эвелин, ты же помнишь слова, которые я сказал тебе, когда мы впервые встретились. Инквизиторы не плачут. И вы слышите, как она, не видя ее лица, потому что он закрыт ее волосами, седыми волосами, я даже не знаю, был ли это первый раз, когда мы встретились. она встает и делает вот так. Мы собрались здесь для вполне конкретных целей. Это отродье подождет. Уведите его из комнаты. Мы продолжим наше совещание, несмотря на все эти поразительные события. Всем занять свои места. Это касается абсолютно всех. Ну, Лара, опираясь на Артура, усаживается в кресло, как и Эвелин. Зербе говорит, что я прослежу за ним, а вы продолжайте совещание без меня. Он берет в руки свой посох и выходит вместе с Каином, который совершенно не сопротивляясь в окружении из шести стражников из РБ выходит из этой комнаты. Эвелин говорит, что итак начнем же то, ради чего мы здесь собрались. Согласно моим сведениям, нам всем угрожает угроза Ерита Кустеневра, звезды Тирана. Это неопознанное явление, которое уже 18 раз появлялось в секторе Калексида, и каждый раз его появление сулит лишь смерть, безумие, и никогда не сулит ничего хорошего. Человек, которого вы видели, мой учитель Антон Зербе, является основателем тиранистского кабала, структуры и организации, которая противостоит этой угрозе. Я, являясь его учеником, продолжаю его дело. По нашим данным, его давний союзник ранее известный как лорд-инквизитор Люциан Ферросиан, погибший 3000 лет назад, не погиб, а возможно погиб, но сейчас пытается вернуться к жизни руками своих последователей, что по самой сути своей является ужасным вероломным актом содействию сил великого врага. У нас есть данные о том, кто противостоит из его союзников нам. Эта личность известна нам как Роза, она же Катарина Краунгард, мой давний предок, а также ближайший сподвижник Ферросиана. Первый раз ее след был замечен на планете след Гесиода. Я так понимаю, что господин Анидзука вы были на планете след Гесиода, правильно? Анидзука ты можешь говорить? Было дело. Времена были неисприятны, ну, по крайней мере, с моей части. Пожалуйста, поделитесь с нами знаниями о том, что произошло на этой планете и как вам удалось встретить эту Розу. Олег, у тебя есть пять минут, чтобы поделиться информацией со всеми околитами о произошедших событиях на планете след Гесиода. Время пошло. В общем, мы прибыли на планету, которая была заражена вирусом, после чего нас нанял некий человек Лестер, насколько я помню. Вспамить у меня не очень хорошо. Чего хотел от вас Лестер? Да, это был Лестер, получается. Он хотел, чтобы мы, чтобы мы по-моему вся забрали сыворотку. Нет. Да. Забрали сыворотку у кого? У Аршибальда. Да? Да. У Аршибальда. Хорошо. Да, Ксанти. Сестра Ксанти ухмыляется, говорит, хороший же у вас Акалит, Миледи. Окей, продолжай. Олег, продолжай. После чего, получается, мы должны были проникнуть по месте к нему и забрать Карчибальда Сафану. Да, да, Карчибальда Сафану. Да, и забрать, получается, вот эту сыворотку. И, по-моему, мы должны были ее отдать некому другому человеку. Короче, это что-то вроде бартера было. Да, что-то, короче, в этой теме, да. А как звали этого человека? Хороший вопрос. Да. Помните его? Да. Если вы не помните его имя, тогда скажите мне, как вы встретили Розу на этом мире? Она вас встретила вместе с человеком, который нас нанял. Скажите, что произошло в итоге с планетой След Гесиода? Ее захватил, ее поработил вирус после, да, да, ее поработил вирус получается. Сыворотку так, по-моему, не нашли. Какие были последствия этого вируса? Люди превращались в нечто подобное, что-то вроде обезумевших тварей, которые нападали на всех подруг. Скажите, что случилось с Арчибальдом Ксофаном? Он был мертв, его убили. Кто его убил? Арчибальд убил. Я не помню, кто убил. Благодарю вас. И она кивает. В дальнейшем события переместились на планету Полинур-Рис. Есть из вас те, кто присутствовал на планете Полинур-Рис? Насколько я помню, это были вы, Артур. Вы, отец Куэб и сестра Костелло. Там мы с вами встретились в первый раз. Наша задача заключалась в том, чтобы найти старую лабораторию, одну из четырех известных нам. Она смотрит в сторону Артура. Что ж, если вы не помните, я сама освежу вашу память. После того, как я вас наняла, вам удалось разгадать, что среди ставки командования были предатели, пользующиеся артефактом золотой сферы. Все верно. Так и было. Мое молчание было обуформлено лишь тем, что я выстраивал хронологию событий, которая начиналась еще на планете Эндрит. Но и на вышеуказанной планете наши изыскания продолжились. И было обнаружено, что еретики глубоко проникли в вооруженные силы. и по сути выдать себя еретики кроме как кровопускания более не могли. Собственно там были обнаружены первичные сферы, часть еретиков была уничтожена. а также удалось помочь командованию избавиться от ренегатов в своих рядах и были предупреждены о последующих диверсиях. Что немаловажным образом сказалось на последующих событиях. ну и в общем по сути приведшие к уничтожению большей части поверхности. Насколько вы помните планета была практически полностью выжжена в ядерном огне. Я так и сказал. В дальнейшем события перенесли нас на Сентилу, Сентилу, где во время того, как Роза пыталась устроить диверсию, связанную с Амбулоном, нам пришлось оказать помощь дому Кастер. И она смотрит в сторону Юлии Кастер. Человек-убийца под именем известным в Империуме как Виртуоз организовал убийство ребенка дома Кастеров по имени Месавил Кастер. Принемник Александра Кастера, человек ответственного за сбор десятины на Сентиле. Мы думали, что они хотят подорвать сбор десятины, который надвигался. Однако истинной целью Катарины, известной как Розы, было уничтожение нашего старого поместья, на руинах которого в дальнейшем побывает одна из наших групп. Тем временем на Индрите группа Флойда и Кассандры должна была найти лабораторию. Флойд, расскажите нам о событиях на Индрите. У тебя пять минут. Да, я понял. Сейчас. так, ну, если начинать с самого начала, то это было как раз то задание, когда мы впервые столкнулись с эффектами этих золотых сфер. Потому что в пути нашем мы с Кассандрой столкнулись с местным культом, который возглавляла одна женщина. И благодаря этим желтым сферам они поклонялись местному мутанту. Судя по всему, как удалось выяснить с помощью достопочтенного магуса Артура, это был побочный продукт проекта возрождения. И собственно в ходе миссии этот продукт был уничтожен. Непосредственно в лаборатории нам, к сожалению, не удалось добыть много информации, потому что на нас напали местные сервиторы, которые были запрограммированы уничтожить любого, кто начнет искать информацию по проекту возрождения. Единственное, что удалось оттуда вытащить, это инфокристалл и журнал экспериментов за последнюю дату, которая там была. Насколько я помню, вам удалось оттуда вытащить некую книгу Григория. Насколько помню, я оттуда вытащил только инфокристалл и журнал экспериментов. Это и являлась книгой Григория. Я не так читал. Артур! Ладно. Продолжи, продолжи, Кроме того, на планете проживают на текущий момент порядка десятка или двух людей, которые являются результатом проекта Возрождения, в том числе и местная правительница, которая, да будет вам интересно узнать, является в этом случае чисто внешне почти полной копией известной на морозы Краунборд. Благодарю вас. Артур, вам есть что дополнить по информации Индрит и информации проекта Возрождения? Я советую всем игрокам конспектировать на самом деле. да, да. Продолжайте, Артур. Да, конечно, есть чего добавить. Я бы даже с этого начал, потому что первое мое посещение Индрита можно считать открытием витка всех наших дальнейших историй. Прибыв на планету Индрит, еще сотрудничая с предыдущими моими работодателями, будем это называть так, я туда прибыл с проверкой, по какой причине с планеты в последнее время на кораблях доставляется огромное количество мутантов. Опуская подробности именно этой ветки, которая привела исключительно к радиоактивному заражению местных водоемов, удалось обнаружить на планете разрозненные, но тем не менее синхронно работающие лаборатории, которые занимались генной инженерией в последствии, как стало известно, по проекту возрождения. Часть лаборатории была законсервирована, часть продолжала свою активную деятельность, там работали ученые, ну а также пришли собственно с других миров, так как сам Андрит является диким довольно миром с очень низким уровнем развития. Что же было обнаружено, что на планете было до 10 человек, которые являлись лучшими представителями рода человеческого, по сути это были эксперименты генной инженерии, каждый из которых из этих людей обладал теми или иными сверхспособностями, многократно превосходящими способности других людей. В лаборатории, которая же была обнаружена на стадии консервации, была обнаружена инквизиторская печать, инсигния, которую мы знаем как инсигния, принадлежащая самому Люциану. В ходе проведенного расследования было обнаружено, что сам он числится погибшим уже 3000 лет как, но записи лаборатории показали, что последние его действия были проведены порядка 300 лет назад в присутствии все той же розы, которая являлась его помощницей. Из лаборатории были доставлены инфокристаллы и журналы данных, содержащие в себе результаты работ. В перспективе последствия на планету были отправлены, как я понимаю, группы зачистки для уничтожения и закрытия всех лабораторий, которые в данный момент действовали. Но так мы попали на след как раз таки работ, ведущихся в проекте возрождения. И проект «Золотая кровь» начал набирать обороты. Благодарю вас, Артур. Далее, минуя всевозможные задания, которые были связаны с, скажем так, усилением наших возможностей как дома краунгард, очень важной историей было задание связанной с кораблем Элдридж. Кассандра, вы можете нам поведать о том, что случилось там? Ну, я попробую восстановить события, насколько смогу. Поскольку у меня был, скажем так, небольшой стресс, и у Кассандры руки задрожали, вспоминая хорошо. Надеюсь, вы упомянете об этом стрессе. Обязательно расскажу. Постараюсь. Ну, если... Собственно, мы попали на порт Гвинтус, расследуя информацию о том, что роза была замечена в этом районе в этом районе. Нам нужно было узнать, куда же она направлялась. В связи с этим нам до нас зашла информация, что нам готов помочь местный скажем так, вольный торговец Энтони Брок, капитан небольшого торгового флота. Но в обмен на это он попросил нас расследовать одно загадочное дело, связанное с его работой. В частности, это заключалось... В частности, у него была проблема в том, что на его корабли был осуществлен ряд нападений. Причем это все эти нападения сопровождались крайне загадочными обстоятельствами в виде в виде... Сейчас, секундочку. Безусловно, но я напоминаю, что вы ограничены во времени, Флор. Да. Проведя небольшое расследование на корабле, которым... Вы говорите о Белдридже? Нет, я говорю о корабле непосредственно Брока. Там мы обнаружили действительно следы, если я могу так выразить, настоящей резни. Команда, которой удалось выжить в результате резни, была, скажем так, в состоянии некоторой кататонии и проявляла агрессию к нам. Что было на Элдридже? На Элдридже? С Элдриджом все было не так просто. Он простоял на карантине в течение сорока лет. Нам удалось выяснить, что он совершил всего лишь один вылет, после чего попал на этот карантин. Как оказалось, что-то там. Насколько мне известно, Элдридж, на Элдридже много лет назад был замечен сам Ферросиан, а также Роза. Это так? Да, это так. Нам предстали видения, которые нам показали, как я вам полагаю, местные призраки. И при этом я содрогаюсь. Продолжайте. Также оказалось, что этот корабль был заражен варпом в результате того, что он перевозил ксенотех. И вот эту конструкцию я указываю на орбитальную конструкцию с золотыми сферами. Ну, я благодарю вас, говорит Эвелин. Нам удалось выяснить, что из Порта Гвинтус Роза спешно отправилась на планету под названием ЦИСК. Ксантия, вы были на ЦИСКе. Поведайте нам, у вас есть не более семи минут. Благодарю за уделенное внимание. На ЦИСК мы вместе с моим отрядом отправились по очень важной миссии, потому что были получены сведения о том, что Роза была замечена на этой самой планете. По непроверенным данным, здесь также находилась одна из лабораторий проекта Возрождения, и нам предстояло найти ее, уничтожить, уничтожить Розу и забрать ту самую сферу. В ходе расследования было обнаружено, что данная планета пока еще не является частью Империума и только собирается вступать. Соответственно, местные жители были обхоманными, мерзкими мутантами, и в ходе путешествия также было выявлено, что на этой планете, скорее всего, судя по вашим всем уже словам и отчетам, ввиду деятельности этой самой генной, как вы там сказали, Артур, короче, вот этой самой лаборатории, где выращивали всякого рода мерзости мутантов, люди, местные жители также получили достаточно большие мутации, обширные, и они заселили по факту практически всю планету. В ходе боевых столкновений нам удалось пробиться к самой лаборатории, внутри которой мы не обнаружили никаких следов присутствия каких-то ученых, потому что лаборатория была заброшена достаточно давно, и в настоящий момент она полностью уничтожена, но мы увидели там огромное количество стеклянных колб, в которых плавали такие же создания, как та самая Роза и как вот этот вот самый тот, кто именует себя Каином. Моя госпожа, я смею сказать свое мнение, я не уверена, что этот мутант является непосредственно вашим отцом, потому что тот свидетель, которого мы обнаружили в лаборатории, сказала, что это клон вашего отца, не побоюсь этого слова, который явно был бракован и не прошел полностью курс восстановления, реабилитации и загрузки памяти, если бог император, я не могу себе даже это отдавать, отчет, что я произношу столь богомерские слова. В общем, лаборатория была уничтожена и в момент нашего расследования нам удалось выяснить, что некто Григорий, чье имя уже звучало в течение сегодняшнего совета, является тоже своего рода детищем, может быть, участником проекта возрождения и один из его то ли клонов, то ли сущностей, которые имеют возможность принять облик этого самого Григория, который был, видимо, хозяином этой лаборатории и руководил всеми операциями. Он ждал розовым на планете Циск для передачи артефактов. И в сам момент передачи артефактов мы на них напали и нам удалось уничтожить розу. Но судя по тому, что она превратилась в какое-то богомерское отродье, состоящее из фиолетового, из золотых каких-то пластин, покрывающих его тело. И после того, как мы ее уничтожили, она просто развоплотилась. Я сильно сомневаюсь, что мы ее уничтожили. Но в процессе этого расследования нам удалось найти Каина, забрать сферу Григория, забрать сферу, которая принадлежала, ну, которой искала роза. И вот теперь мы здесь. В этот момент в комнату входит Каин и Антон. Все, что вы сказали, по большому счету правда, говорит Каин. Григорий был сподвижником и одним из людей, на чьих плечах зиргился проект Возрождения. Эйрин смотрит на него и потом смотрит на Антона Зербе. Он кивает головой. Продолжайте, Каин. Суть проекта Возрождения заключалась в трактовке того самого пророчества. Когда-то Антон, он смотрит на Зербе, и Люциан были хорошими товарищами. Но правда, мнения и взгляды их относительно звезды Тирана разошлись. Все верно, Каин. позволь я продолжу. Ну, кивает. Я был уверен в том, что Звезда Тирана это ужасная аномалия. Это следствие действий высшего врага нашего, варп императора. Он решил, что это путь, огромная возможность для того, чтобы возродить бога нашего императора. В пророчестве говорилось, что в свете золотом бог встанет с трона золотого. И он в исследованиях своих углубился в вопрос слишком глубоко. Изучая артефакты, что мы во время крестового похода анжуйского все чаще и чаще находили по всей Калексиде, мы поняли, что они принадлежали древней ксенорасе под названием Юват. Сферы эти являлись тюрьмами, клетками для душ. Хозяин и носитель сферы, кто активировал ее и тем самым опорочил свою душу грязным следом, мог собирать как жатву неокрепшие слабые души всех, кто увидел бы волей его призванный золотой сферы свет. Они могли перерождаться, они могли не стареть, им в руки попадала огромная власть. Однако Люциан увидел в этом шанс воскресить императора и его могучую бессмертную душу он хотел переродить интернету мастер сказал императора Что-то я не слышу и я такой завис. И я завис. Да, да. Последнее мы слышали хотел возродить и все. Хотел возродить императора в своем теле. Он хотел стать новым богом. принять бессмертную душу нашего покровителя и вернуть человечеству по праву заслуженное место среди звезд, не угнетаемое силами варпа и ксеносов, а доминирующую мощь он видел в этом. Однако он заблуждался. Я прекрасно понимал, что он лишь заглотил наживку, крючок, оставленный теми злыми силами, которые пытались владеть разумом тех, кому удастся найти эти императорам проклятые артефакты. Его ученица Лара, ой, Лара, извиняюсь, его ученица Катарина имени Григорий поддержали его. В то время, как Каин и Арчибальд Ксофан поддержали меня, мы разделились и стали вести войну друг против друга. И тогда он первый раз использовал эту проклятую сферу. Он воскресил Розу после того, как она пала в бою. Его перебивает Каин. Главная проблема... Я извиняюсь, Розу или Катарину? Ну, Роза и Катарина это одно и то же лицо, если что. Я просто думала, что Роза это уже после, так скажем, появившаяся... Ну, под Розой она известна для вас, для всех. По сути, это Катарина Краунгард. Если хотите, я буду называть ее именно так. Вот. Ладно, все, извиняюсь, чтобы понять, спросила. А там продолжать, извиняюсь. Главная цель... Главная проблема, с которой они столкнулись, это то, что им было необходимо найти все артефакты и самое главное, Люциану необходимо было тело могущественного псайкера. Только оно сможет выдержать всю мощь императора. К такому умозаключению они пришли. Однако проект возрождения не позволял им производить псайкеров. Любые попытки воспроизвести тело псайкера приводили к немедленным катастрофам. Планета Эндрит практически пала из-за этого. И тогда Григорий отправился на ЦИСК. Там он организовал свою лабораторию под руководством Люцифера Люциана Феросиана. Им удалось разработать формулу, с помощью которого они создали тело. Где тело, мне доподлинне известно. Однако Роза ищет его и, я уверен, скоро преуспеет в этом деле. Единственное, что я могу сказать, это то, что мне известен обрывок информации, где должна была быть гробница. Вполне возможно, что они попытаются воссоздать тело из могущественного псайкера. В этот момент Буран произносит слух. Единственное место, где хранятся и содержатся могущественные псайкеры, что они отправились питать свет астрономикона. Эта планета известна нам как Фолденкайс. Если Роза хочет сильного псайкера, отправится туда. Все верно. Вы очень проницательны, говорит Кайн. Однако гробница Люцифера находится не там. Одну секундочку. Эта планета известна как Криптус. Она находится на окраине Калексиды. Именно там находится склеп старого Инквизитора. Вполне возможно, что Роза или ее сподвижники попытаются вскрыть его гробницу. дабы найти одну из его проклятых книг. В которых он излагал свои мысли, а также план. И самое главное его корабль. Никто не знает, где находится его корабль, говорит Эвелин. Нет, моя дорогая дочь. Во время боя после того, как пала город Улитимебра, Люциан на своем корабле бежал в сторону Адронтиды. Его корабль был уничтожен и упал. Он рухнул на планету под названием Индрит, вызвав практически полное ее вымирание. Ну, Эвелин осматривает вас всех, тогда нам ясны следующие цели. Эндрит, Криптус, Фолденкайс. Лара, нам нужно будет подготовить группы Акалитов и отправить их по этим мирам. Каждому из них будет выдана особая цель. Именно сейчас мы не имеем права проиграть. А вас, господин Каин, я буду допрашивать с особым пристрастием. Да будет так, говорит он. Каждый из вас может сделать реакцию. Ксантия? Вопрошающая сестра Ксантия продолжает смотреть на Эвелин, ждать ее приказа. Она готова отправиться куда угодно. Оскар, помимо того, что делает всякие заметки у себя на бумагах, он в этот момент, ты знаешь, складывая руки домиком, просто наблюдает за всеми Акалитами, которые собрали сегодня в зале, также посматривая на Инквизитора и на Говорящих, но молча. Флойд. Максимально стараюсь не отсвечивать, чтобы меня куда-то не послали. Бэнкс, хитрый Флойд, Близ. Мне интересна реакция всех присутствующих на всю эту ситуацию. Сматение, что-нибудь, пофигизм. окей, ты всматривайся в лица остальных Акалитов. Тадеуш. Я убираю свой ПП обратно, сажусь, кладу руки на столе и начинаю внимательно и осторожно слушать и глядать присутствующих. Анидзука. Анидзука подрывается, руками бьет поцелу и говорит, что я поеду на Эндрит. Ну, Эвелин смотрит на тебя. Это ваш родной мир, не правда ли? Да. Тогда вы будете очень ценным оперативником на этом задании. И действительно, я отправлю вас на Эндрит. Вы можете присесть. Спасибо. Вот. Она смотрит на Кассандру. Кассандра, твоя реакция? Кассандра, не знаю, сейчас, точнее, извиняюсь, сидит молча на это голову вниз, просто задумалась, просто соображает все, что услышала. Как это все, как вот этот весь, как это все, блин, так-то скажем, да, взаимосвязанное и просто пытается это все осознать. Седум. Ну, Седум, собственно, естественно, давно уже убрал свой меч, но и облокотился всей своей одной рукой на стул. Смотрит, ждет. Понимаешь? И что будет дальше? Артур? Артур сидит, внимательно все это дело послушал, говорит, я считаю, раз у нас будет несколько разных заданий, а время, как всегда, будет немного, то продуктивно было бы распределить околитов по тому или иному заданию, исходя из их способностей, возможностей и предрасположенностей. Поэтому буду рад помочь на любом из фронтов, где потребуется моя наука. Ну, она говорит, что на правах старшего околита я позволю вам в случае выбора вами задания дать рекомендацию тех околитов, которых бы вы хотели с собой на задание взять. Я выслушаю вас позже при личном разговоре, так как вы единственный старший околит в нашем поместе на данный момент. Она говорит, что она и Лара отправятся формировать по факту задание для вас. Она распоряжается ангелу, чтобы та собрала всю возможную информацию о планетах, мирах и связанных с этим вещами. А также говорит, чтобы оповестили Беку Шелби о том, чтобы Арсенал предоставил все необходимое оборудование околитам дома краунгард. Я благодарю вас всех, это уже не РП, я благодарю вас всех за РП, друзья, оно окончено, каждый из вас получает 150 опыта и 2 влияния. Уф. Также каждый из вас получает талант связи дом краунгард плюс 10. На любые взаимодействия с домом краунгард вы получаете плюс 10 на бросок инфлюенсер. Это относительно любых запросов и тому подобных вещей. Ну и я благодарю вас всех еще раз. Теперь бы я хотел получить легкий фидбэк от каждого также по очереди. Я дам вам буквально по 3-5 минуточек, чтобы высказать. Подобный формат я планирую проводить и в дальнейшем. В каких-то очень важных моментах, где веха сюжетная перескакивает через какой-то дедлайн, я хочу собирать вас всех для того, чтобы вы менялись между собой информацией. Для чего я это делаю? Для того, что многие из вас пишут отчеты, но некоторые из вас не пишут отчеты. Так или иначе. И это негативно сказывается на обмене информации между группами. Так как вы понимаете, что сейчас вы видите, что даже это сейчас не все игроки, но у вас уже очень много. И исходя из этого, вам всем необходимо обмениваться друг с другом информацией. Для этого я буду и в дальнейшем проводить подобные РП, в которых вы будете собираться. Ну, а я как-то продумываю это более с точки зрения ролеплея, может быть, разводить вас по специальным комнатам, где вы будете без меня между собой общаться. Вот. А потом соединять вас вот в подобное, возможно, структурированное РП. теперь я хочу услышать ваш фидбэк в плане, как вам вообще эта идея, как вам вообще в целом РП, которое вы увидели. Я понимаю, что это был несколько театр одного актера, где больше всего отыгрывал я, вы почти не принимали никаких действий, но прошу прощения, к сожалению, вам необходимо было увидеть то, что вы увидели. В качестве реакции вы, конечно, могли тут, я не знаю, из гранатометов пострелять при желании, но я рад, что никто из вас не устроил массакр и не выкинул гранату из кармана с криками «Да сдохнет!» и «Каин поган». Ксантья, я начну с тебя, у тебя минуты три-пять, пожалуйста. Мастер, все на самом деле хорошо и замечательно, очень эмоционально было, музыка классно подобрана, все очень атмосферно и здорово, если ты прописывал диалоги, то это просто шедеврально, если ты импровизировал, то это вдвойне достойно похвалы. По поводу такого формата, он однозначно нужен, потому что я не знаю, как бы остальные, но у меня, например, с первого же квеста, который мы начали играть, действительно, очень много было вопросов и, естественно, есть люди, которые играют давно и во многих компаниях уже участвовали в рамках вот этого сюжета, а информации реально крайне мало. Плюс, что касается отчетов, многие их пишут, многие их пишут весьма себе своеобразно, потому что, если посмотреть мои отчеты, они в большей степени сколько именно отчет вот в том виде, в котором мы сейчас сдавали информацию, сколько это просто именно в большей степени рассказ со стороны моего персонажа, который явно, может быть, не уделит внимания всем тем важным моментам, которые нужно было бы подчеркнуть в рамках вот этого. Поэтому, на самом деле, здорово, что ты нас всех собираешь. Наверное, может быть, было бы даже, может быть, лучше, если бы мы собирались во многом не сколько вот на таких вот центральных каких-то событиях, а может быть, даже без тебя где-то, да, в частном порядке, потому что у нас есть, естественно, беседка, ВКонтакте, рпшная, но можно было, на самом деле, вот так же собираться в голосе, с камерами, там, без камеры, просто пообщаться в тот момент, когда наши околеты находятся вместе. Поэтому, я бы тебе советовала сейчас сдать все же нам какую-то паузу, да, прежде, чем нас раскидывать по разным этим миссиям, для того, чтобы мы поговорили, может быть, уже в процессе нашего общения мы бы сами эти группы-то и собрали, на самом деле. Хорошо. И вообще идея классная, здоровская, я просто вижу, что очень многие игроки, ну, по-разному относятся к игре, кто-то заморачивается, там, записывание, в конспектирование, кто-то нет, поэтому я очень надеюсь, что у всех сейчас у вас как-то в голове сформировалась какая-то общая, такая глобальная картинка, что вот все квесты, которые мы играли, это все же часть одного такого глобального сюжета, и это здорово, что мы по крупице информацию достаем. Хотя, с другой стороны, ты совершенно прав, что так как мы разделены по группам, блин, передать как-то эту информацию в РП тем более, кроме таких моментов, не представляется возможным, так что давай делать. Благодарю тебя, давайте послушаем Оскар. Сегодняшняя партия мне понравилась, что касается твоей части всего, было хорошо подготовлено. Мне нравится, что наконец-то бы добавили музыкального бота, это прям плюс к карму и к атмосфере. Это было хорошо. Диалоги действительно были хорошие, развитие персонажа произошло, точки над инии, которые поставлены, типа большинство вопросов, которые у меня были, я ответ сегодня получил, так или иначе. То есть меня сегодняшняя партия устраивает более чем полностью. То есть получилось очень хорошо, что касается твоей стороны. Что касается игроков, мне кажется, конечно, нужно жестоко наказывать желательно физически всех тех, кто не пишет отчеты. А еще лично отца Клэба за то, как он пишет отчеты. Чтобы немного разрядить атмосферу. А так, в целом, да, я согласен по поводу того, что такие встречи нужны, хороши и так далее. Я, конечно, ожидал, что сегодня все будет немножко менее драматично, мы сможем познакомиться с другими персонажами. Возможно, имеет смысл такую встречу провести в будущем, как говорила Виктория, не в таких жопных, извините меня за мой французский, ситуациях. Вот, вот, вот. Вроде как по поводу партии все. Благодарю. Флойд, давай послушаем тебя. Кружок рефлексии, блядь, простите. Я Флойд и я Механикус. Хлоп-хлоп-хлоп. Извините. Как дела? В целом, все очень понравилось. Наконец-то, так сказать, все свелось воедино. Многие вопросы. Ну, что тут сказать. В целом, я присоединяюсь к уже высказавшимся, наверное, так. Я понял тебя. А, Бенс, есть что-нибудь? Есть что-нибудь сказать тебе? Я хочу сказать, что ничего не понятно, но все очень интересно. Вокруг происходит какой-то пиздец. Демоны-родители, воскресшие из мертвых инквизитора. И ты такой сидишь и думаешь, типа, я обычный парень, чего еще не происходит? Пожалуйста, не убивайте. Какое впечатление создается, типа, до этого все нормально было, а сейчас тут я даже не знаю, как бы персонажи на это должны реагировать. Ну, кроме того, что происходит? Как-то так, типа, отыгрыш круто, все круто, я в смятении, что вообще делать дальше? Кто живет с Бэнксом в одной комнате, присматривайте, за ним вы можете найти его в петле в следующий вечер. Следующий, когда я ушел? Я? Да, ты. Ну, в целом, все, мне понравилось, хорошие, хорошие, интересные моменты, какое-то развитие сюжета, которое я, правда, вообще не знаю. На моменте с ложными, встроенными воспоминаниями мне прям резко вспомнился сюжет Black Ops Cold War. Я надеюсь, ты это не имел в виду, мастер? Нет, я не имею в виду, но я играл в эту игру. Такие трюга! Ну, лично мне все это, отыгрыш казался чем-то, думал, что-то больше, каким-то более значимым, более глобальным. В итоге некоторые просто сидели, втыкали в потолок и не знали, и никто их ничего не спросил. Извини, но так было. примерно так. Не-не-не, я для того и собираю фидбэк, чтобы понять, где слабая, где сильная сторона. Спасибо большое. Ани Цзука, Олег, я послушаю тебя. Да-да, все было нормально. Ну, мне понравился, получается, отыгрыш, понравилось с ребятами тоже поиграть. И насчет отчетов, как бы, персонажей и всей этой фигни. Ну, лично, как мне кажется, с моей стороны, вы смотрите про людей, получается, говоря о том, что они не пишут отчеты и что. но я смотрю со стороны, допустим, персонажа. Если мой персонаж не умеет общаться на высоком бодике и у него есть какие-то проблемы, то он именно так и будет себя вести. Он не будет писать отчет. Понимаете? если его будет писать, но по-своему. Подожди, подожди. Как тебе идея вообще таких вот РП посиделок между персонажами в этом именно в Дискорде для того, чтобы, ну, даже без моего вот этого клича, или давайте все соберемся, там, например, Анидзука попал в поместье, в поместье, Оскар попал в поместье, он сидит и улыбается. Они встретились где-нибудь за там барной стойкой, списались в поместье Краунгар, давай поболтаем, заходят и болтают с собой РП. Как тебе такая идея? Ну, как ты помнишь, изначально это у нас уже практикуется с одним человеком. Я обеими руками за. Мы не будем раскрывать секреты. Спасибо, Олег, спасибо. Кассандра, давай послушаем тебя. Ну, что я могу сказать? В принципе, я согласна с тем, что уже было сказано. Все очень интересно, прикольно. Мне понравилось, как все вот это раскрылось, так скажем. Очень много всего неожиданного, так скажем. И, ну, почему бы и нет, можно такое устраивать. Чтобы как-то обмениваться информацией и вообще. Доказывать, что вы люди и вам необходимо общаться не только по поводу всех этих краунгардов, а еще на предмет того, они бахнут ли нам о мосеках. А, ну, в этом плане, ну да, это тоже, почему бы и нет, собственно. А поверьте, это самое интересное в квестах. Спасибо. Седум. Ну, собственно, если говорить с метой, то действительно очень понравилось. Сюжет очень интересно закручивается. ну, то есть, опять же, все эти условно, условно, в одно целое такие паучьи лавки собираются, то есть, если интересно, но ингейм это что происходит? Тут как бы прям резко повышается, повышаются, повышаются ставки. Идея по ERP между игроками, там, не важно, с мастером или без, я это глубоко поддерживаю. Ну и Саша. Так, значит, я без влюнею вот это все красиво, все понравилось, круто, рефиксируем, там, тэрэпэрэм, я по существу. Вот эта штука была сегодня более полезная для того, чтобы появились вот те персонажи, которые появились и начали внутренне свою ERP, дабы пролить свет на все происходящее. Для персонажей, которые либо новенькие, либо не одупляют, что происходит, не вот, которые, например, где-то на середине, появилось, то, как я еще изначально говорил, было бы неплохо делать вводные брифинги, да, на которых там, ну, например, Лара собрала персов, которые, помнишь, я тебя забадал, говорю, а этому можно это рассказывать, а этот по курсам, а у этого допуск есть или нет. Ну вот, всех собрали, говорят, знаешь, смотрите, у нас прошло, короче, три месяца, группы разные в разных местах путешествуют, за это время и делается общий отчет, например, от того же ГМа, а персонажи, которые, например, в этот день присутствуют, не на миссии, либо могут физически быть в Дискорде, они могут вносить свои какие-то корректировки, лепты, вот, во-вторых, если делать вот такой же формат, когда игроки меняются друг с другом информацией, то точно так же к этому, к этому дню, даже если этот вот персонаж не делает отчетов, ну так нормально бывает у меня предыдущих персов хрен заставишь писать, то именно к такому РП давать небольшое домашнее задание тезисно написать там, ну на полстранички ту информацию, которой ты владеешь, да, ну то есть ты прошел там три миссии, тебе есть еще рассказать, и ты приходишь и хоть по бумажке зачитываешь там, даже в РП ты говоришь, я разворачиваю там помятый лист и жопой, короче, бумажки, и там, я был там, видел это, вот этот встретился, короче, а тут минус рука, и уже что-то становится, где мой лист, а, вот он, ну да, вот, потому что если к этому не готовиться, то регулярно будет тяжело вспоминать, там, я вот, например, я пешку миссии, да, готовлюсь, там, делал себе какие-то выписки, это вот ты когда ко мне обратился и не про то начал спрашивать, я на секундочку такой, блин, я ж не то тебе готовил, нет, надо же было тебе вывести из зоны комфорта, но ты это делаешь регулярно, Коль, ну вот, в остальном я неспроста сказал по поводу расписывания миссии, было бы очень круто реально под миссией сделать рекомендации персонажей, либо заранее чуть более широко описывать, что будет происходить в миссии, для того, чтобы персонаж попадая туда или сюда, не чувствовал себя лишенным и обделенным, ну вот, ну то есть приходит персонаж, он такой, блин, а что я тут забыл, я там адептус администратор, а я на мире фронтире, ну какая хрена от меня польза, если я могу только чернильнице кому-нибудь в глаза обрызнуть и все, на поле боя то что толку, ну вот, и тогда будет как раз и персонажам в миссии интересней, и не будет, знаешь, когда ты пошел вроде втроем, а по сути вдвоем, вот, и с тобой есть один, который в таверне ест. Теперь, секундочку, спасибо, Саш, смотрите, теперь я подведу итоги, во-первых, я очень хочу, и мне очень нравится идея с РП, просто там, не знаю, Васи с Петей на две минуты в Дискорде, эта группа, ну, эта комната всегда будет открыта, заходите, дальше, по поводу того, что я боец и прилетел в квест детектив, я, если замечаете, каждый раз в начале квеста пишу жанр, там, детектив, драма, боевик, массакр, не знаю, там, детектив, там, скрытая миссия, читайте внимательно эти параметры, они на самом деле отвечают за то, что вы там встретите, если там пишется, что это боевик, то будьте готовы, что там будет 5-6 энкаунтеров, которых вам будут валить, но, делаю поправку, в некоторых квестах Акалиты могут выебнуться на Арбайтос, пойти в госпиталь, светануться там, 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 и словить 15 боевых энкаунтеров, в которых их будет весь город пытаться убить, вот, или еще что-нибудь в этом роте, поэтому иногда даже очень драма превращается в очень боевик, это, раз, тут как бы, вон, есть Амнидзука, он в одном из детективных квестов сказал, все в жопу, я поехал пиздить пустоши, сел на машину, уехал, подрался с Харнатом и приехал, вот, ну, я просто имею в виду, что, поэтому я хочу закончить именно теми словами, что, друзья, я поздравляю вас, мы прошли первую главу нашей компании, мне огромное удовольствие играть с вами, я откровенно кайфую от того, что вы все проходите мои истории, и стараюсь, чтобы они для вас были интересные, истории, правда, очень классные, вот мы, мы очень хотели, вот, с Алексеем, равно, с Флойдом, мы очень давно хотели, ну, найти, наконец-то, мастера по Дарк Хереси, давно очень хотели, в принципе, начать этим играть, то есть, ну, поиграть в нее, и вот, случайно, случайно, буквально, нашли вот, вот Теоколя, и, блин, не прогадали, спасибо, прям, прям очень, здорово, спасибо. Спасибо большое вам, на самом деле, я скажу так, всю эту историю делаю не столько я, сколько вы, потому что не будь здесь ваших персонажей, это было бы и не на один процент так неинтересно, как оно интересно, лишь благодаря вам этот сеттинг, ну, по факту живет, вот, а все те вещи, которые я стараюсь сделать, они не нужны, если здесь не будет вас, вот, поэтому большое вам спасибо. У нас начинается вторая, глава, я хочу ее начать с позитивной ноты, у нас впереди есть три квеста, но до этих трех квестов, так как мы пропустили, сейчас второй месяц, по сути, по своей начался, и мы пропустили ту самую Сангвинау, у нас впереди декабрь, и в декабре я бы все верно, я бы хотел начать с такого фан-сервисного квестика про то, как Акалиты будут отмечать прошедшую, ну, не встретившие вместе, но встретившие ее вместе в дальнейшем Сангвинау, такие короткие квесты на одну сессию максимум, причем сессия, там, часа на два, на три, вот, а потом мы приступим ко всем вот этим интересным фалденкаисам, бла-бла-бла-бла-бла, я хочу дать вам очень много времени просто посоциализироваться, вы кучу всего сделали, вы разгадали всех тайны этих роз, люциферов и тому подобное, вы заслужили немножко человеческого отдыха, считаю я, вот, поэтому спасибо вам еще раз огромное за ваш вклад в это, спасибо тебе, всем, я на этом с вами к сожалению прощаю,